приветствую всех это сейчас будет на русском а сегодня 4 4 по-моему до нас первый день недели в любом случае воскресенье и поскольку день воскресный в качестве о проповеди было небольшая экспозиция из псалма 46 проходим по псалмам с целью поставленной целью чтобы излагать возвещать христа и притом распятого и евангельскую весть из псалмов поскольку мы верим что все писания говорят об этом христос недвусмысленно что все писания говорят о нем он является центром всего писания в том числе и псалмов и по мере того как я это делал делал вот экспозицию сорок шестого псалма меня поразил тот факт прямо по ходу того как я делал вот эту экспозицию которая собственно говоря не является какой-то особо глубокой но меня впечатлил тот факт что в очередной раз я убедился что без христа как того кто является центром вокальной точкой всего писания который держит ключи разумений который есть свет миру без христа невозможно понять это описание на самом деле это псалом является прекрасным примером того как вне христа этот псалом он просто даже не имеет смысла его труд его невозможно понять я покажу что я имею ввиду после того как мы сейчас зачтем этот короткий псалом так псалом 46 начальнику хора сынов кореевых псалом сынов кореевых греческий перевод ветхого завета говорит через сынов кореевых разумеется сыны кореевых были теми инструментами которые собственно говоря написали но мы знаем что не никакого пророчества нельзя разрешить саму собой и ни одно пророчество не приходило по воле человеческой но святые божьи человеки говорили или рекли поскольку были движимы духом святым говорит петр во втором послании в первой главе есть единственный автор истинный автор писания всех писаний это бог дух святой он вдохновил через сынов кореевых дано это откровение это пророчество этот псалом и вот собственно псалом мы читаем восплещите руками все народы воскликните богу глазом радости ибо господь всевышний страшен великий царь над всей землей покорил нам народы и племена под ноги наши избрал на наследие наше красу якого которого возлюбил вошел бог при возле восклицаниях господь при звуке трубном пойте богу нашему пойте ибо бог царь всей земли пойте все разумно бог воцарился над народами бог воссел на святом престоле своем князья народов собрались народу бога авраамова ибо щиты земли божьи он превознесен над ними и так этот псалом представляет немедленную трудность как вы начинаете читать буквально вот второй стих восплещите руками все народы обращение ко всем народам причем под народами имеется ввиду именно не евреи не иудеи то есть язычники гоим народы на которых смотрят сверху вниз этнические потомки которые считаются выше мы народ божий а это вот народы гоим гои которые не имеют обетования не имеют надежды и им идет обращение восплещите руками все народы воскликните богу глазом радости окей идет обращение к нам к язычникам чтобы мы радовались рукоплескали воскликнули богу глазом радости в чем причина что является мотивацией к этим возгласом радостью написано ибо потому что господь всевышний страшен великий царь над всей землей 3 стих утверждает незыблемую истину которая становится очевидна для многих амон атеистов а здесь кстати имеется ввиду ибо господь господь здесь имеется ввиду иегова яхве заветный бог израиля что этот господь всевышний он страшен он великий царь над всей землей он превознесен над всеми он правит над всем он суверенно распоряжается всем что есть картина великого суверенного владыки бога это истина одна из краюгольных истин писания и люди могут понимать это наша плоть однако не особо радуется от того факта что я имею ввиду то есть само по себе сказать вне христа если мы рассматриваем этот псалом это место писания вне христа то покрывало на лицах наших и в особенности что касается не евреев гоим народов от чего им радоваться что заветный бог израиля что он всевышний над всеми народами что он страшен и что он великий царь над всей землей сама по себе доктрина всевластия бога вне христа вне его евангелия благодати она не представляет утешение для грешников знать о том что бог истинно правит и что он великий и страшный это не вызывает это может вызвать трепет может вызвать определенный страх благоговение в определенном смысле этого слова но это не повод для радости и чтобы рукоплескать восплещите руками все народы и так далее более того мы идем дальше еще больше вызывает трудности этот псалом если мы рассматриваем его как бы без христа и притом распятого 4 стих говорили покорил нам народы то есть продолжать ибо господь покорил на народы и племена под ноги наши здесь мы наши и вы народы разделяется две группы людей и очевидно что вот этот нам речь идет о об израиле о народе божьем как он был во времена написания псалма во времена ветхого завета народ божий те которые близко те которые возле вокруг бога израиля а язычники те народы они далеко они как бы находятся вдали от благостного света лица господа они не имеют этого и почему они должны радоваться что господь покорил на народы и племена под ноги наши назовите хоть один народ который бы радовался рукоплескал бы от того что его физически покоряет с помощью меча с помощью оружия отнимает земли и продвигается то есть экспансии если понимать этот псалом вне христа вне евангелия вне продвижения благою вести то получается народы гои язычники должны радоваться того факта что господь покоряет их под ноги делает их подчиняет их народу израиля но описание не проповедует сионизм и здесь речь идет не о физической экспансии или же захвату захватническим воинам израиля как это воображает иудеи по плоти спросите палестинских арабов радуются ли они рукоплещут ли они тому факту что их изгоняет их земель отодвигает когда современные так называемое государство израиль оттесняет их вытесняет там унижает и так далее отодвигает пределы тех кто там жил некогда и устанавливает свои собственные еврейские поселения да как мы это знаем это скорее является предметом трений стычек военного противостояния даже терроризма со стороны палестинцев но в любом случае это не является поводом для радости для них то есть мы понимаем что здесь должно иметься что-то другое в виду здесь должен быть другой смысл не физическое покорение потому что те кого покоряют они обычно поэтому не радуются а здесь как раз таки причиной стимулом для радости и восклицания то что господь покорил нам народы и племена под ноги наши и в то время мы чешем голову как бы думать какой же смысл у этого пророчества почему народы должны радоваться мы вспоминаем о той покорности которая происходит через покорение народов веры когда выходит евангельская весть когда побеждающий выходит побеждать и выходит эта весть благовествования которая приводит покорности всех народов как великом поручении и дети и научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа учая их соблюдать все что повелел вам и сея с вами до скончания века говорит воскресший христос ученикам и происходит это покорение и так же в пророчестве сиди одесну и меня написано в 109 салме доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих и это так же имеет евангельский смысл что мы будучи прежде врагами отчужденными мы покоряемся христу и он царствует над нами но мы радуемся этому царствию мы радуемся земле потому что это не просто абстрактная идея суверенного владыки бога это скорее познание святого который стал близко который приблизился который воспринял плоть нашу и кровь нашу и в нем исполнилась иммануил что значит бог с нами бог сошел с небес для того чтобы пройти наш путь исполнить всю правду по закону и положить душу свою во искупление в качестве жертвы милостивления за грехи народа за преступление народом его претерпел казнь и таким образом он спасет людей своих от грехов их и те страждущие убогие не имеющие надежды язычники сидящие во тьме когда они слышат о том что пришел их спаситель которые воскресли их оправдание они при этом действительно радуются вот эта покорность веры о чем здесь идет речь покорил нам народы и племена под ноги наши иначе не может быть никакой мотивации для радости 5 стих говорит «Господь избрал нам наследие наше красу Иакова, которого возлюбил» «Господь избрал нам наследие наше красу Иакова, которого возлюбил» что значит краса Иакова почему вообще упоминается здесь Иаков которого Господь возлюбил возможно для того чтобы подчеркнуть свободный суверенный характер избрания Божия что оно коренится оно строится не на заслугах наших не от дел потому что помните историю Иакова рождения Иаков и Исаав двое близнецы или двойняшки которые имели одних родителей вышли из одного чрева однако об одном было сказано что больше будет по обращению меньшего Иакова возлюбил Исаава возненавидел Бог производит разделение Иаков который не был образцом поведения по крайней мере первую часть своего земного пребывания это мы знаем по летописи в книге Бытия он пытался обманывать незаконным путем можно сказать получил себе благословение потом состязался с Лаваном это был человек не вполне хороший пример благочестивой христианской жизни но на нем Писание показывает тот факт что по изволению призывающего от него это не от того чтобы были предвидены какие-то добрые дела или еще что-то Бог избрал Иакова красу его Иаков представляет здесь дитя обетования Исаак отец его был дитем обетования и Иаков является дитем обетования и хотя двое потомков вышло от чресла Исаака именно Иаков является тем кого предпочитает Бог которого возлюбил он становится приобретает имя Израиля принца у Бога князя через которого даны потом двенадцать патриархов он является родоначальником народа Божия Иаков как начало божьего народа через которого приходит двенадцать колен он также является прообразом Христа который есть старший брат и отец и патриарх церкви он есть отец вечности через которого приходит двенадцать апостолов через которых распространяется вера это наследие о котором говорит здесь Писание первоначально конечно же касалось именно той земли которой избрал Бог где он будет обитать и дальше написано о том что вошел Бог при восклицаниях Господь при звуке трудном скорее всего имелось ввиду вот это торжественное процессе восхождения в Иерусалим на место покоя его гору Мария гору Сион прекрасную возвышенность там где будет место покоя для ковчега могущества Бога Израиля и Иеговы и когда эта процессия шла во главе с царем Давидом вы помните что он шел и он от радости плясал скакал написано он танцевал перед ковчегом и была процессия людей и поскольку с ковчегом ассоциировалось немедленное особое ясное присутствие самого Бога поэтому как бы сам Бог восходит здесь но это так сказать первоначальный контекст мы знаем также что Бог вошел на высоту написано в 67 псалме пленил плен апостол Павел Духом Святым в 4 главе послания к Ефесянам цитирует это место относя ко Христу который дал благодать и дары человеком он вошел на высоту и тот кто вошел он же тот который прежде не шел с небес именно тот кто не шел он и вошел восходит туда где он был прежде и наследует ту славу которую он имел от начала потому что он есть сам Бог и здесь конечно же божественность Христа представлена потому что когда мы евангельскими очами то есть просвещенными светом Евангелия Христова смотрим на это мы понимаем что этот Бог который вошел это никто иной как Христос который прежде умер воскрес и совершив собой очищение грехов наших воссел поэтому говорит без без Евангелия это не имеет никого смысла написано пойте Богу нашему пойте пойте царю нашему пойте опять же какой смысл гоям язычникам какая мотивация он не стал так же их Бог они они не они